Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.15 по GMT ждем выступления главного экономиста Европейского Центрального Банка Филиппа Лейна. Буквально несколько дней назад уже делал отсылку на его заявление относительно уместности в ожидательной позиции Европейского Центрального Банка и сохранения ограничительного уровня ключевой процентной ставки. Если риторика Лейна не изменилась за последние дни, то сегодня мы можем услышать нечто подобное, что потенциально способно оказать поддержку главному валютному риску. В 12.00 по GMT данные по инфляции в Германии. Соответственно, завтра будем анализировать уже авусовские данные по инфляции в еврозоне. То же самое. Статистика очень важна в плоскости того, что она поможет нам оценить сентябрьские действия Европейского Центрального Банка. Главный отчет дня – годовые данные по ВВП США в 12.30 по GMT. Как и обещал, под конец этой недели, четверг-пятница, у нас будет с вами два важных отчета – темп экономического роста и базовый индекс цен расходов на личное потребление. Один из наиболее предпочтительных индикаторов Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. Поэтому, если вы соскучились по интересным движениям доллара в последней торговой сессии, сегодня и завтра нас могут ожидать очень волатильные дни. Обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. В общем, риск-менеджмент на вашей стороне, как и всегда. И в 23.30 по GMT переход с торговой сессии четверга на пятницу, данные по индексу потребительских цен Токио. Тоже статистику анализируем через призму будущих действий, в данном случае, японского регулятора. Но в отличие от того же самого ИЦБ, в отличие от того же самого ФРС, от Банка Японии, мы ожидаем движения по ставкам в другом направлении, в сторону ее повышения. Поэтому, касательно иены, исключительно лишь длинные позиции. И у меня, конечно же, я не претендую на истинную первую инстанцию субъективное граждение того, что иена будет дальше укрепляться. Индекс доллара текущей котировки 100.90. Сильно не изменились позиции за последние дни. Сейчас мы остаемся на минимумах с декабря 2023 года. Очень важная вещь, сказал Паул на симпозиуме в Джексон-Холле. Признал то, что сейчас больше ФРС будет фокусироваться на ситуации с рынком труда, где все больше признаков того, что данный сектор охлаждается. Поэтому мы с таким интересом ждем отчет по Non-Farm Parals за август, который выйдет на следующей неделе. Следим за тем, как меняются настроения по ключевой процентной ставке и ее потенциальному изменению. Я вам обещал, что вплоть до сентябрьского заседания будем прямо разграничивать, сколько сейчас трейдеры, насколько верят в то, что ставку снизят на 50 базисных пунктов, а насколько на 25. И сегодня опять же текущий инструмент Fight Watch Tool показывает то, что вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре составляет 34%. Как вы помните, вчера был показатель 32%. После выхода сегодняшнего отчета по ОВП картина изменится еще больше. В целом, по темпу экономического роста эта оценка за второй квартал не ожидает каких-либо существенных изменений, вообще каких-либо изменений. Я думаю, что будет подтверждена прежняя оценка роста на 2,8%. Но если мы увидим все-таки негативные цифры, которые могут быть логичным следствием того, что, как вы помните, картина на рынке труда США ухудшилась, то это способно оказать еще больше давления на позиции американского доллара. Потому что чем больше мы сейчас будем получать слабых отчетов из США, тем больше будет уверенность у Филизера в том, что нужно что-то менять. Нужно стимулировать экономику и нужно признавать, что какое-то драгоценное время уже было ухудшено. И следует, соответственно, теперь наверстывать и снижать ставку на каждом последующем заседании в ближайшие 2 квартала как минимум. Золото 1514 долларов за тройскую унцию. Активный рост сегодня с азиатской сессии. Можете посмотреть на дневном таймфрейме. Снова идем к историческим максимумам. У меня лично нет сомнений в том, что золото своей чистотой тестирования данной планки доказывает то, что есть какие-то еще недобитые цели. Они будут сделаны в ближайшие дни. И это цели, возможно, даже, которые расположены выше планки 2.550. Прежний фон, поддерживающий от доллара до трежери, сантимент 37% находится в покупках. Это не то, чтобы экстремумы, на которые мы обращаем внимание под золоту, анализируя рыночный сантимент. Но все-таки 37% это не 63%. Не толпа, которая сейчас сидит в продажах, рассчитывая на то, что золото вот-вот обвалится и всем раздаст деньги. Будут еще задеры вверх. И, как я уже отметил, скорее всего, даже в предкосрочной перспективе. Евро против доллара 1.11.13. Ждем выступления Лейна. Потенциальные мягкие, точнее, жесткие комментарии. Но жесткие тоже не совсем правильная формулировка, потому что сейчас нельзя уже говорить о политике многих центральных банков, как о жесткой. Все-таки ставки уже постепенно снижают. Но в отношении ЦБ нужно получить сигнал того, что на какой-то период времени статус-кво в ожидательной позиции будет более уместной. По данным по инфляции в Германии, в идеале бы, друзья, получить более высокие значения индекса потребительских цен. И еще лучше увидеть рост инфляции, зафиксированный в этом месяце, во всей евро-зоне. Потому что это точно будет основанием для того, чтобы ЦБ отложил снижение ставки до конца этого года. По евро я за дальнейший рост этого инструмента, так же, как и по британской валюте 1.32 текущей котировки. Но эти инструменты очень высоко забрались в последние дни. И это характерно для всех рисковых активов. Поэтому, если вы понимаете, что у вас порог терпимости довольно низкий, и вы не знаете, что любой тренд – это постоянная борьба между переходом инициативой от продавцов-покупателей, и наоборот, то, может быть, вам стоит уже думать о том, чтобы фиксировать результат длинных позиций и брать тот профит, который рынок позволил собрать в последние торговые сессии. Кстати, по поводу британской валюты, премьер-министр Англии Кир Стармер сейчас находится с деловым визитом в Германию. И, как вы наверняка знаете, если следите за новостным фоном, повестка – это обсуждение восстановления прежних торгово-партнерских связей, которые были, скажем так, разрушены после заключения сделки о Брекзите. И потенциально это тоже можно рассматривать как фактор дополнительной поддержки для британского валютного актива. Но главные аргументы, которые позволили фонду вырасти, это все-таки риторика Бейли, который дал понять, что не уверен в целесообразности того, что необходимо ставку снижать прямо на сейчас. Австралийц против доллара 0,68 текущей котировки, ждем 0,69-0,70. Данные по инфляции особо картину не изменили. Снижение показателя было с 3,8 до 3,5, инфляция по-прежнему очень высокая. Допускаем еще одно повышение ключево-процентной ставки. Объясню то, что Резервный банк Австралии настолько в вальяжен в этой риторике относительно того, что ставку можно снова поднять, только лишь потому, что она на текущем этапе находится на довольно низких значениях, существенно ниже, чем в других центральных банках. И если сейчас сравнить действия Резервного банка Австралии с тем, что делает ЕЦБ, с тем, что делает Резервный банк Новой Зеландии и ФРС, то они в идеале при смягчении экономической политики смогут опустить ставку до 4,5% в конце этого года. При этом мы знаем то, что ставка Резервного банка Австралии сейчас без каких-либо изменений находится даже на более низком ценовом значении. Поэтому ждем еще большего роста. Для новозеландского валютного актива такая же ситуация. Но немного другая риторика, но все равно котировки 0,6290, я думаю, что легко можем добраться до отметки 0,6350. Сегодня утром вышли сильные данные по бизнес-оптимизму. Лучшее значение за последние почти два года. Это взбодрило покупателей и позволило новозеландцу сегодня с открытия именно торговой сессии с азиатских торгов так неплохо подрасти. Что касается рынка нефти, 77,70 текущей котировки фон прежний. Я за дальнейшее снижение, поскольку считаю, что геополитические факторы, если они могли значительным образом повлиять на рост цен на нефть, уже бы влияли. Но выше 80 бренд не пустили, распродажа сейчас в приоритете. Видим, как меняется сентимент. Скорее всего, будет уже тестирование уровня 75 долларов за баррель и потенциальное закрепление ниже. Был вопрос, друзья, по поводу криптовалютного актива Solana. Сейчас котировки 143 доллара отступили уже от максимумов, которые были достигнуты после выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холле. Но, скорее всего, тему с долларом сейчас, может быть, и не стоит обсуждать как аргумент для оправдания движения рынка криптовалют. В отношении Solana есть свой негатив. Он связан с тем, что Чикагская биржа убрала с официального сайта любые сообщения, намеки, анонсы запуска ETF на основе блокчейна Solana. Это произошло, я думаю, только лишь по той причине, что сама Чикагская биржа получила от американской комиссии по ценным бумагам сообщение о том, что не будет пока зеленого света этим новым контрактом из-за того, что СЕК по-прежнему рассматривает Solana не как ценную бумагу, а не как товар. Поэтому здесь, скорее всего, придется пройти еще огромный путь. И, как отметили ранее аналитики Bloomberg, они вообще не ожидают запуска новых контрактов ETF на основе Solana до тех пор, пока не сменится президентская администрация в США. То есть после выборов мы к этой теме вернемся и, возможно, найдем условия уровня, подходящие основания для роста данного криптовалютного актива. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!